В последнее время благополучие марки БелАЗ зиждилось на двух китах, имя которым МТУ и Камминс. Ведь именно этими моторами оснащались самые востребованные модели – самосвалы серии 7513 грузоподъёмностью 130 тонн. Теперь ситуация изменилась. Из-за санкций белорусский производитель сверхтяжёлого Комтранса не может закупать иностранные двигатели. И в Жодино начали спешно искать замену импортным агрегатам мощностью более 1500 л.с. И нашли. В качестве альтернативы белорусам подвернулся 12-цилиндровый российский ЯМЗ объёмом 26 литров и отдачей 730 сил. Обычно он применяется на вдвое меньших самосвалах, грузоподъёмностью 55 тонн. Скажете, неравноценная замена? Всё так. Однако инженеры нашли весьма элегантный способ компенсировать двукратную нехватку мощности. Как известно, все большие карьерники грузоподъёмностью от 100 тонн имеют электромеханическую трансмиссию. При такой схеме дизель лишь вращает генератор, а тот, в свою очередь, питает мотор-колёса . Соответственно, можно оставить мотор-колёса прежними, но запитать их сразу от двух источников энергии – генератора и аккумулятора. Что, собственно, БелАЗ и реализовал, внедрив батарею ёмкостью 730 кВт-ч. Получается интересный конструктив. Выезжая из карьера, самосвал тратит накопленную аккумулятором электроэнергию. А при спуске включается система рекуперации кинетической энергии, когда мотор-колёса работают генераторами, заряжая батарею. Очевидно, что возросшая масса грузовика не сильно волнует эксплуатантов. А немалую стоимость аккумуляторного блока наверняка компенсировала невысокая цена ярославского мотора. Он стоит много дешевле мощных импортных дизелей. В любом случае, первый 130-тонник готов, чтобы пройти испытания на разрезах кузбасса. По предварительным прикидкам, новинка будет заметно экономичнее традиционных аналогов, а кроме того, позволит экономить на техническом обслуживании. Поясним. При спуске водителю вообще не нужно использовать штатные тормоза, что позволяет сберечь детали тормозной и гидравлической систем. В общем, пока авторам гибрида видятся сплошные плюсы. Поэтому сейчас БелАЗ работает над аналогичными машинами других классов — грузоподъёмностью 90 и 220 тонн. Все они получат электрическую начинку, собранную исключительно из российских и белорусских компонентов. Главное, чтобы столь мудрёная конструкция не испугала горнодобывающие компании. Впрочем, в нынешних условиях им что называется не до жиру. При подборе новой техники придётся буквально брать, что дают.